Я ужас, светящий на крыльях ночи! Я шпинат, застряхиваю вас в зубах! Я чёрный плащ, а где, собственно, все? Пожалуй, тебе надо придумать вступление покороче, ЧП. Девушки отдыхают Разработчики решили линейку французских СТ переделать и перевели его на десятый, попутно выдав ему новое орудие с двумя тысячами урона за барабан. И история повторилась вновь. Опять рендом заполонили статисты на батчатах, которые вывозили за бой по 10-15 тысяч урона на взвод. Но времена меняются. Сейчас батчат, или батшат, как говорят учителя французского языка, которых полным-полно в комментариях под любым видео, один из лучших СТ на своём уровне. Но даже при всём при этом он уже не представляет той угрозы, которая была когда-то. Почему? Первое. С ним научились эффективно бороться. Теперь практически все игроки знают сильные и слабые стороны этого танка. Второе. Появились толпы рогатых друзей, которые сливаются на этом танке в первые три минуты боя. И третье. Роль батчата, как важнейшего танка на поле боя во времена повального артобратства. В прошлом. Сейчас это чаще всего просто СТ дамагер и, иногда, светляк. Но не обманывайтесь. Даже при всём при этом в умелых руках батчат это крайне смертоносная машина. Любой из средних танков 10 уровня редко когда может противостоять тяжу своего уровня. Ибо даже если перестреляет его в карусели, то уйдёт с поля боя на лоу-хп. Батчат же машина смерти, которая может влить до 2000 урона, получив взамен всего лишь один выстрел врага. У танка есть отличная динамика, что позволяет его использовать не только как СТ, но и как светляка для ПТ-САУ или Арты. Этому также помогают и маленькие размеры танка. То есть кусты, в которых не поместится Паттон или Е50М, идеально подходят для француза. Огромный разовый урон, динамика, маленькие размеры. Всё это делает из батчата идеальную машину для быстрого раша с последующим отступлением. Быстро приехать, влить дамаг и уехать, получив минимум урона – вот тактика этого француза. Но у танка есть и свои минусы. Полное отсутствие брони, слабая манёвренность, косое на дальних дистанциях орудие со слабой стабилизацией. Отсутствие брони делает нас складки фрагом для Арты или фугасных танков. Слабая манёвренность не позволяет комфортно чувствовать себя на городских картах. Иногда мы можем не вписаться в поворот на большой скорости. А весьма косое орудие заставляет перестреливаться чаще всего в ближнем бою, ибо сдалека велик шанс попадания в гусли или промаха. А снарядов у нас не очень много. Сегодня, ребята, я хочу вам показать запись одного очень интересного боя на батчатах. В нём мы покажем вам несколько важных вещей, которые должен знать любой владелец этого француза. Это тактика игры на этом танке, это стратегия поведения на поле боя и, конечно, скилл. Именно эти три фактора позволили нам со вспышкой затащить этот бой. И как он правильно сказал в конце, умение быть СТшкой – это умение быть везде, а особенно там, где ты нужен. Итак, поехали! Ну что, налево там, с горочки посмотрим, постреляем. Угу. Игде, ты внизу там встанешь или с самого вверх? Я не буду стоять внизу, я просто вот здесь поеду, чтобы не меньше в горку заезжать. Ну и так светится проще. Мы на угол и постреляем или как? Да, я... Давай чуть дальше просто буду с активным светом, а ты так. В резерве. Ну ладно. Окей, окай, да. О, ну вот этого мы сейчас постреляем. Так. Кустарник. И ты уже пупик, пупик. Хорош. Хорош, минусик, минус. Ээээ, два снаряда, можно ещё. Могу кого-то тебе отпадать. Ну там сотка едет очень быстро. Она такой, по-моему, не спешит. Она... Она под... Под засалу. Не думаю, да, под засалу. Пвп или засал, есть тут? Не-не-не, это засал. Мы очень плотно закрыли здесь. Сейчас, 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 сейчас. Варианты. От этого куста что-то будет видно? Не, ну максимум сотка. Хотя, может быть, один кто-нибудь сейчас там. 5-4 это кусит. Он солдатов Сергей поедет и солдатов Сергей всё сделает. Давай. Вижу... Не вижу, должно быть, чётко. А вот этого я вижу, но уже... Ну, когда... Подвидь ко мне. Вот я там чуть лучше, думаю, что... Там клюв его видим, когда он будет. А вот отсюда вообще может прекрасно быть всё видно. Тем более, что тут, смотри, такой... Ну, здесь деревьев много, да. Смотри, отсюда соточка. Хорошо, хорошо. По-моему, присматривается, да? Вот, потому что, не знаю, рисковать, стрелять или нет? Я думаю, можно. 480. О! Мисс Клюв где? Ой, не-не, аспект. Он... Это же есть... Он так как-то... Ну да, он так там... НЛД надо выцеливать. Давай. Блин, а залетает не в НЛД, ни хера. Ага, наша точность. Во! У меня два раза залетает в пол. Не пробил. Не пробил. Все. Один из пяти. Нахер надо, снарядов здесь много. У меня три из пяти. Ровно в ёбаный холм. О, и сотка наша поиграл. А, поджался, пожалуйста, пожалуйста. Ну, Илья Копро поджался, конечно. Ты поменил башню на... Так, вспых. Вот туда. Я уже туда еду. Просто смотри, здесь кусты, и веселые кусты, из этих веселых кустов все светится. Эти веселые кусты можно контрить вот отсюда, но подставляясь под арту, что называется. А с каких кустов там все светятся? Вот там, вот в том квадрате кусты. Ну, откуда стоит, чтобы тебе помогать? Сейчас я пытаюсь просто... А, проезжает вот три-четыре. Погоди, там уже проезжает, поэтому я просто наверх уйду там в артовый холм и с артового холма буду накидывать. Блин, могу косить, конечно, жутко отсюда, но... Блядь, это не сливается. Пиздеть, какого хуя это удалить их говно. Тоже будете немножко подсвечивать. Так, я сейчас здесь просто елочных дел мастер буду. И в засвете. Вон бачат меня видит. А здесь холмы. Сколько их тут? Да, здесь много. Нормально так. Хорошо. 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 Сейчас мы к елочкам вернемся. Слушай, они сотку сейчас выебут. Я понимаю. Там 2 и 7 и 5-4. Блин, я в вазе, когда же разряжаться не хочу. На таком расстоянии это, конечно, отстой. Хорошо. Там вошло в 5-4. Так, ну, варианты следующие. Мы едем... Не едем. Там ИС-8. Я поехал на лот-о-фланг. Надо спасти ИС-8. Там арту уже гибали. Угу. Спасти ИС-8. Убить ИС-8. Спасти ИС-8. Я поеду его просто... Блин, там еще сотка его кроет. А сотка куда выехала? Она... Я не знаю, но она отсюда, видимо, стоит там. Прикрой ИС-8, видишь? Угу. Она... Ой, вспых, вспых. Ты тут нужен. Ты тут нужен. Два таха. Я вижу, да. Я сейчас попытаюсь пострелять. Клин, земелья. Так. У меня 4 снаряда, барабаним? Так. Кость. Кость. Ой, едет. Янка, да. У меня 4. Он пытается тут уцеливать. Попадание. Ты все? Нет, я в КД. У нас семерка хуловая за зданием стоит. Ты сейчас откадешься. Мы просто пересветим этих соток наверху. Давай. Их можно и нужно пересвечивать. Просто удерживать за свете, там, что угодно. Я просто мясом сейчас 20 секунд буду. То есть я... 8 сек. 7 сек. У меня еще 1200. Сейчас я ее подведу. Ты просто сверху заходи. Зайдешь сверху, убьешь его. И я одновременно выйду и... Хорош. О, все. И там 8-ка осталась. Я могу, в принципе, поехать и тебя просто забрать. Да. Просто езжай, забирай 8-ю. И пойдем по верху. Если я там немножко фейлить буду. Ну да, я уже готов. Там за нее преимущество. А, нет. Ой, нахер. На ходу. Блядь. Блядь. В кады. Да. Так, и назад. Да. Пулбэк. Так, семерка на центре. Да, вражеская семерка на центре. Бачатый и вазик внизу, распиханный вместе с артой. Угу. Вот тут один... Вот тут он, к моему, проехал... Или проехал по мосту, или проехал прям в броду. Он в брод... Не, он переехал мост и пошел по броду. Сейчас буду подсвечивать от арты, с холма. Я с замка простреляю, а потом с меня. Угу. А, и просто чтобы угол был другой какой-то. Иной. Так, ты готов? Я, может быть, засвечу арту. Там арта была в переезде, она... Весит 12-й. Глядь, он уже тут. И-7. Да, я поветелся. Как по ним... Я не знаю, как по нему пострелять, как по ним засветиться. Молчу. Ладно, рискну. Так, более-менее. Нормально, сейчас берем. Хорошо. И в КД. Арта КД. В КД. И я тоже в КД. Я тоже. Арта в КД, это просто классно. Так, наверху, МХ-50Б, я поехал к нему. Ну давай вместе, что ли. Вместе и можно... Да-да-да, вместе. Только вместе. Только вместе. Ну так у меня 9 снарядов уже. Я уже... Не очень скоро буду уже. У меня 8. Слушай, мы как раз... Мы сейчас доедем, он уже будет мертвым. Ну, пускай так. Может, сразу за ротой тогда уже поедем. Угу. Главное не поймать, чтобы они нас не поймали, эти бачи. Угу. Блин, 3 хп, вот. Ой, хорошо. Давай в центр. Кость, давай в центр. Там бача-то днем. Сейчас бьем в центр и вниз. Забираем бача-то просто вот набрабаним. Он обрвется. Я готов. Я просто жду, пока ты доедешь и... Давай-давай-давай. Вот он. Блядь. Блядь, он у меня сейчас... Он на нашей части, он засветил тебя, да? На кессе. Иду на перерез. Слушай, ну я не вытанкую все. Прижмись, я за шамане сейчас. Все, так, меня не видно как раз. Одна арта-куда. Так, шамане просто в наглую выезжаю и начинаю по нему раздавать. Понятно? Понятно. Поехали. Я переезжаю сразу через мост. На меня смотрит. Поехали, поехали. У него сейчас паника такая будет. Все, отлично. Все, супер. Так, три снаряда, я пока не кдшусь. Одна отстрелялась. Три арты была. А чат уходит наверх, сейчас порогу по нему издалека забрать. Ай, блядь, я не ту кнопку нажал. Сука. Я в кдшу случайно ушел. Красавчик, че. Да, не говори. И не говори. Так, раз, два, три. Раз, арта-два. А то я займусь. Хорошо сказал. У меня кд. Ну, сейчас. Я просто хотел переставить снаряды уже следующие. И... Забыл, что они меня уже перестали. Найс. Ты точно с ним справишься? Ну... Давай наверняка. У меня 700. У него 400. Одно попадание арты, и ты мясо. А потом он высвечивает всех до смертельного схода. Ладно. Там нормально, наши смертельные... Ой, пытаются уйти. Все, давай-ка. А, да, да. Все, не вижу. Давай-ка газу за ним. Куда он там, брод или... Внизин, да. Так, я жду тебя по той же схеме. Я переезжаю. Я переезжаю через мост и начинаю из-за моста его разбирать. Хм. Не видно. И не свечу. Блядь, он меня сейчас просто расстреляет. Охер. Просто вспых. Да, вижу. Не успевен. Ой, тебе повезло. Три снаряда. Один. Вот, раз. А-а-а. Мехот. Мехот. Найс. Найс. Найс раскидали вообще. Ну, это вообще было скиллово в этом бою. И там, и там подсосали. Везде подсосали. Ну, как и надо вообще. Да. Хороший бой. Умение быть СТ-шкой, блин. Да. Быть везде. О, 6К дамага. Не, ну... Кто-то должен был все настрелять. Да-а-а-а. Хе-хе-хе-хе. Вот такой вот веселый бой. При этом, давай, сотка одна в ноль, СТ-1 в ноль, арта в ноль, 54-ка, считай, тоже в ноль девяностик в ноль. Вот Семерки неплохо. Здесь Семерки наши. Они переиграли их Семерку. А у них тоже... Да, они много, очень долго стояли вообще просто под замком, тупо, но в какой-то момент одна догадалась поехать тупо на арту, фу-лога. Тупо терпеть. Вот сколько она там, 2400? Прям вот это. А вот, вот эта, она... Вот, вот эта вот, которая 5900, это вот она поехала через мост, она там стояла, стояла, терпела, терпела. Молодец все-таки. Все правильно сделал. Да. Продолжение следует...